Во время карантина правительственные чиновники чуть-чуть стали чухаться, сделали новинку, электронные паспорта, это будет у вас в смартфоне паспорт. То есть идете вы по карантину, остановили где ваш паспорт, а вы смартфон достали и там генерируется код, что это не подделаешь и у вас будет цифровой паспорт. И это они приняли постановление, пишут что первые в мире они реализовали цифровой паспорт в смартфоне и согласно постановлению они есть аналогами бумажных документов. То есть вы на почте можете ими воспользоваться и на библиотеке, ЦНАПах, на портале ДИЯ, получение денег при возвращении товаров. Что у нас сильно часто товар возвращают, что даже такое. Все цифровые документы в мобильном приложении действительно только на территории Украины. Ясно что за рубежом оно не будет подтягивать вот это все. И вот само официальное постановление правительства, вот оно, 15 апреля, номер 278, экспериментальный проект, согласиться с предложением Министерства цифровой трансформации и Министерства внутренних дел, стосовно реализации на протяжении 2021 годов экспериментального проекта. Второе, утвердить порядок применения изображения в электронном выгляде информации, что содержится в паспорте гражданина Украины в форме картки, это ID, и биометрический паспорт подходит сюда еще. Он тоже будет также считаться, ну что вы удостоверили свою личность. И тут они расписали, что когда кому обеспечить, но будем ждать, что появятся они поскорее. Вот какая-то часть набирает с 1 июня 2020 года. Если открыть само постановление, текст, вот он утвержден, тут идет определение терминов, e-паспорт, что такое. Там еще вот этот QR-код подтягивается, и поэтому нельзя будет подделать, что фотографию там просто сделать картинку. И е-паспорт для выезда за границу. Вот так вот. И билеты можно покупать. Вот смотрите, какие тут разрешения. И даже на самолетах в границах государства. Почтовые услуги, банковские операции. Подтверждение возраста во время приобретения пива. Услуги, медицинские оказывания. Предъявить на требования работника правоохранительного органа, библиотеки, отели, телекоммуникационные услуги. Когда входите в административные здания, административные также услуги. И повердение за товар, сплаченных кошечек. Ну, довольно-таки широкий перечень. И даже участие в выборах президента Украины, народных депутатов, местных выборах. Ты глянь как. И даже в выборах можно. И можно еще в других случаях, при условии выканания требований этого порядка. В паспорте, который за рубеж. Ну, потом Центральная избирательная комиссия будет разъяснять, можно ли, к примеру, электронный паспорт, который за рубеж, использовать при голосовании. Если ты внесен в списки. Вот тоже сразу вопрос возникает. Но они пишут, что у кого нету ID-картки, то те могут подтянуть свой заграничный паспорт. Вот тут они отвечают. У них спрашивают на их странице в Facebook, что это никакая база не создается. А просто подтягивает с реестра эти ваши данные. Вот, можете прочитать. И что вообще документы, это есть собственность Украины. Они отображают его, не имея доступа к самой базе. Но она подтягивается. Ну, видите, там за счет этого QR-кода, как-то будет исключаться мошенничество с этими паспортами. Что нельзя картинку подгрузить просто. То ли как-то оно будет считываться. Ну, так вот. В чем-то хоть стараются они. Субтитры создавал DimaTorzok